Всем привет! Сегодня я расскажу вам о фитонии в маленьком комнатном чудесном растении. Фитония произрастает в дождивых лесах в Перу. Род получил название от двух прекрасных женщин Элизабет и Сара Фитон. Окрас листьев у фитонии разный. Бывает вот такая красная с окраской, серебристая, желтая, но уход за ними у всех одинаковый. Основное правило уход за фитонией это умеренность во всем. Не перелить, не пересушить, не переморозить и не пересветить. Температура. Для того, чтобы у вас цветок чувствовал себя хорошо, температура его произрастания в домашних условиях должна быть не меньше 20 градусов и зимой и летом. И особенно важно для фитонии это влажность. Помните о том, что если у вас окно северное, то ваша фитония будет начинать очень сильно вытягиваться. Это тоже, ну, внешний вид ее становится не очень приятным. Если у вас окно солнечное, то ваша фитония будет гореть. Поэтому фитонию лучше держать на каком-то восточно-западном окне, где умеренное солнце. Также, если все-таки окно у вас южное, то фитонию лучше притенять от прямых солнечных лучей. Помните о том, что фитония требует достаточно яркое освещение. Освещение должно быть яркое, но солнечные лучи недопустимы. То есть, если у вас солнечное окно, южное, то фитонию нужно притенять. Если у вас окно северное, то ваша фитония будет просто вытягиваться и листочки станут такие некрасивые, длинные. Поэтому лучше использовать восточно-западное окно. И еще полив у фитонии должен быть умеренный. Если вы поливаете фитонию прямым поливом в горшок, то, в общем-то, смотрите, чтобы земляной ком, застой воды не было. Ежели вы поливаете фитонию как фиалки, то есть, путем полива в поддом, то фитония здесь в данном случае, мне кажется, будет более комфортно себя чувствовать. И еще можно фитонию поливать совсем другим способом, путем погружения в воду буквально на 30 минут. Потом вытаскиваем горшочек, излишнее количество воды сливается, и, в общем-то, фитония чувствует себя достаточно комфортно. Фитония достаточно требовательная к питанию, поэтому подкормку фитония мы можем чередовать как листовую, по листам подкармливать, так и в некорневую. Но помните, что всегда удобрение должно быть достаточно сильно разбавленное. То есть, тот, который указывает производитель на пузырьке, должно быть ровно пополам даже, или на внутрить разбавленной водой. То есть, для нее эта концентрация такая большая недопустимая. Фитония размножается несколькими способами. Я вам сейчас расскажу. Значит, субстракт для посадки фитонии должен быть обязательно питательной, с добавлением древесного угля. Уголь нужен для того, чтобы сохранить количество влаги в почве. И еще фитония очень любит кислую почву. То есть, кислотность почвы должна быть где-то 5,5 или 6. То есть, среднекислую почву. И еще фитония обожает, когда ее увлажняют сверху. То есть, воздух вокруг нее достаточно должен быть влажным. Размножение фитонии происходит несколькими способами. Фитонию можно размножить делением кустика пополам или там на нескольких частей. Можно также путем черенкования. Черенки укореняются в грунт или в песок. Обрабатывается стимулятором роста и дает новые побеги. Помните всегда об одном важном элементе. При посадке фитонии вы должны помнить, что у фитонии должен быть очень хороший дренаж. Застой воды фитонии не переносит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова